Специалисты Центра охраны материнства и детства вышли на большую сцену. Капустник под названием «Демографический взрыв. Повышение рождаемости» состоялся в преддверии Дня медицинского работника в стенах консерватории. Врачи, медицинские сёстры говорили серьёзно, шутя. В арсенале участников конкурса были сказки, песни и частушки. На праздники побывала Евгения Солохудинова. Мы умеем петь, танцевать, создавать театральные сцены. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. Вас приветствует команда хозяйственной службы Центра охраны материнства и детства города Магнитогорска. Мы тоже участвуем в Капустнике нашим дружным коллективом. Надеемся на победу. Ура! Команды 2, 4 и 5 детских поликлиник, сборные родильного дома номер 3, многопрофильного стационара и хозяйственно-административной службы приняли участие в Капустнике по случаю празднования Дня медицинского работника. Идея провести такой конкурс у специалистов Центра охраны материнства и детства появилась еще зимой. Главная задача сделать праздник. Праздник для всех сотрудников нашего большого Центра охраны материнства и детства. Откликнулись легко? Легко откликнулись. Сразу откликнулись. Участники, медицинские сестры и врачи готовились скрупулезно. Продумывали номера, находили и необходимые атрибуты, и нужные слова, и время для многочисленных репетиций. Готовились активно, репетировали каждый день почти. Находили время между приемами, между работой. Оставались, репетировали в промежутках, перерывах, всяко. Готовились мы недолго, за две недели мы быстренько сценарий составили. Мы соединились с несколькими отделениями. Решили полностью стационар представить. В итоге на сцене настоящий фейерверк из ярких номеров. Шутили участники на тему демографический взрыв, повышение рождаемости. Выбрана она была не случайно. На сегодняшний день самая актуальная тема, это, конечно, демографическая проблема и рождение здорового ребенка. Для этого в 2020 году и была создана система ЦУМИД, которая включила в себя два родильных дома, женские консультации, детские поликлиники и стационар. Центр Ювентус был создан в городе Магнитогорске в 2004 году, где наблюдаются девочки с проблемами репродуктивной сферы, где их лечат, наблюдают и профилактируют уже здоровую беременность и здорового ребенка. Участники «Капустника» на сцене представили все плюсы материнства – и моральные, и материальные. Специалисты поликлиники номер два по сценарию должны были убедить коллегу-царицу с идеологией «Чайлдфри» решиться на малыша. Я в стране рожать не буду. Царь мне вовсе не указ. Буду я тусить по кругам? В итоге своим принципам упрямая царица изменила. Сборная многопрофильного стационара рассказала о связи режима длительной самоизоляции и улучшения демографии страны. Специалисты 4-й детской поликлиники о показателях рождаемости спели, подкрепив выступления заводными танцами. На этом «Капустнике» был повод для того, чтобы повеселиться и для того, чтобы задуматься. За выступлением следили члены жюри, которые в завершении вечера подвели итоги. Победила, как и полагается, дружба. Также со сцены в этот день прозвучали слова поздравлений в адрес представителей одной из самых благородных профессий. Я с большим удовольствием поздравляю вас с праздником. Я желаю вам здоровья, вашим семьям, счастья, благополучия. Сегодняшний праздник очень хочется, чтобы доставили вам удовольствие. И мы с вами встречались после этого на работе с таким же удовольствием. Наша с вами профессия, она очень ответственная, очень важная, значимая, но и достаточно тяжелая. Всего самого наилучшего. Хорошего праздника, хорошего настроения. Передаю вам наилучшие пожелания и поздравления для Николаевны Симоновой. К сожалению, она не смогла прийти сегодня. Всех вам благ. Также в честь праздника специалистам были вручены благодарственные письма и грамоты. И, конечно, прозвучало пожелание чаще вот так вот встречаться. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Евгения Солхудинова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.